Всем привет, Костелло здесь, и я вновь надеваю свою предновогоднюю шапочку, поскольку совсем скоро Новый год, 2022, и в своей предыдущей реакции я эту шапочку надеть забыл, но не забыл сделать соответствующую заставку предновогоднюю. В общем, сегодня акр, сратые фейки из тиктока с Путиным и с Моргенштерном. Причем фейки настолько палевные по причине того, что у всех очень широкие лбы, ей-богу, просто посмотрите, насколько широченные просто лбы, ё-моё, ей-богу. И хочется, на самом деле, перекреститься перед этим роликом, потому что всякое может случиться, когда обсуждаешь одну сратую личность и вторую. Идиотская пропаганда в тиктоке про сильного русского президента, который сильнее всех. На кого это рассчитано? Псевдофитыст. Сейчас вот смотришь на это и думаешь, а есть ли в комментариях, в которых типа это? Нету? Ладно, нету, окей. В Моргенштерном, где рассказывается, как плохо было в 90-х. Вот в 90-е были реальные проблемы. Другие проблемы были в то время. В какую очередь встать? За чёрным или белым? Как пытаются хайпить на разных трендах. Они даже не попадают в ритм. Чтобы продвигать свои политические посылы. Вот Жарахов, Байден, хюк твою мать. Кто или что такое просто Путин? Сегодня я погружаюсь в лютую кринжатину. Это будет нелёгкий путь. Не отходите далеко. Да это супер некачественный дипфейк, я вам, ребят, скажу. Очень некачественный. Он очень палевный. Я вам серьёзно говорю, это... Это жесть. А чё, рекламы не будет? Погащаться, ведь вы этого заслуживаете. Коли, макро, выстягиваете. Иди слишком. Ссылки в описании. Всем массовый здряб. Вот вроде бы не хочется идти слишком лёгким... Пипец. Просто сегодня, короче, ребят, у меня в яблоке были муравьи. Я положил яблоко в морозилку, чтобы заморозить самых муравьёв. И чтобы они ушли из этого яблока. Я сейчас надкусываю. Пипец, у меня зубы леденеют. Ё-моё. Пускай остыни тогда яблочко. ...путём. Мне кажется, в наше время чуть ли не самый лёгкий способ получить симпатию от, по крайней мере, интернет-зрителя... Соколиного глаза я, кстати, не досмотрел. Так и не досмотрел. Наверное, скорее всего, я его досмотрю в следующем году, потому что я посмотрел только первую серию. И всё. Поскольку, честно говоря, меня не особо затягивает этот сериал, меня больше затянули первые три. То есть Ванда Вишн, Локи и Сокол, Зимний солдат. Это сказать, что какой-то продукт, восхваляющий государство, отстой. И, скорее всего, тебе поверят на слово и не станут проверять. Да я бы, наверное, мог бы стендап-программу построить на простых протестных настроениях. Спасибо большое, что вы все собрались на моё комедийное выступление. И знаете, что я хочу вам сказать? Правительство, оно отстойное! А, как вам такое? Смело? Остросоциально? Так, я не понял. Вы что, не смеетесь и не хлопаете? Вы что, кремлеботы? Да, ценят люди сатиру. Нет, ребята, я считаю, что... Было бы смешно, если бы не так грустно, особенно зная, что произошло потом с Долгополовым, эмиграцией. Всякая пропаганда может быть талантливой, ну или хотя бы не стыдной. Возьмём, например, Трансформеров Майкла Бея. Мягко говоря, не гениальные фильмы в плане сценария. Но некоторые части можно назвать добротными... Ну, буду честен насчёт Трансформеров. Первые три части ещё годные. Начиная с четвёртой, всё, там пошла трешатина и бредятина. ...взвлекательными блокбастерами. Снимались эти фильмы в сотрудничестве с... Мне, честно говоря, больше нравится вторая часть. То есть у меня вот такая вот зависимость от сиквелов. Мне нравится второй Шрек, мне нравится второй Мадагаскар, мне нравятся вторые Трансформеры Миспадших. ...веканскими военными силами. Режиссёру позволяли снимать в здании Пентагона и использовать различные военные истребители, бомбардировщики, самолёты и так далее. И за что спрашиваются такие бонусы? А потому что в фильмах типа серии Трансформеры американские военные показаны с позитивной точки зрения. Как бравые ребята, готовые несмотря ни на что дать отпор пришельцам. Да, вы, возможно, не понимали, но кино, где робот снашал ногу Меган Фокс, является отчасти военной пропагандой. И чтобы вы понимали, такой подход реально может сработать. В своё время после фильма «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли, число добровольцев, что записались в военно-воздушные войска США, увеличилось в пять раз. Данное кино до сих пор считается самым успешным вербовочным фильмом. И по нему делается сиквел «Маврик», который, правда, обзавелся только одним трейлером, и всё, больше ничего. Ну, возможно, вот эта очень гетеросексуальная сцена помогла. И к тому же говоря, есть годный трек. «Берлин» – «Take my breath away». Стрёмно не от самого факта пропаганды, а от того, что в результате выходит. Ну, выходили у нас хреновые пропагандистские фильмы. Ну, проваливались они и в прокате, и в плане оценок зрителей. Причём, как они проваливались? Фигадно. Но ведь кто-то должен, смотря на это, учиться на ошибках. Ну, кто-то же должен был постараться в создании пропагандистских роликов для интернет-аудитории. Для зрителей, которые довольно цинично настроены и зачастую не приемлят дешёвых манипуляций. Ну, ладно, чего тянуть, поехали. Познакомьтесь, это так называемый «Просто Путин». Дипфейковая версия президента России. Если вы являетесь активным пользователем ТикТока, то, возможно, вы натыкались на его видео. Разброс шуток в них примерно такого характера. Путин поднимает гантели, а американский президент Джо Байден не справляется с этой задачей, потому что он старенький. Или вот, просто Путин и... Короче говоря, открытая проплаченная пропаганда, за которую... Точнее, наоборот, с которой берут очень... Ну, короче говоря, этот контент зарабатывает очень много денег. Возможно, даже среди этих денег есть и наши налоги. И Байден пляшут, и у последнего стремительно начинаются проблемы с сердцем. А как вам... Короче говоря, это как Ять ТВ, в котором там тоже была очень агрессивная пропаганда Путина и против Украины. Такой шедевр. Видео показывает, что Путин может поднять молот Тора, а Байден нет. Зови Вижена. Я не знаю, наверное, такое заходит постоянным зрителям какой-нибудь международной пилорамы. Правда, я что-то сомневаюсь, что такие люди сидят в ТикТоке. Но мало ли. Так, а вот это уже немного перебор. Путин вытащил меч и порезал Байдену галстук? Ну что с... И причем под Моско... Москов Фьючер, который на самом деле призн сонг. Сказать спасибо, что не его самого. Ограничиваете себя, уважаю. Другой подвид местного юмора. Это президент попадает в обыденные ситуации. Например, вот ТикТок-видос про то, что Путин не может нормально открыть пакетик с сушками, ему приходится его, о боже, рвать. На этом конец. Душераздирающая концовка. Или вот просто Путин купил мороженое в жару, оно растаяло. Опа! Ржака, да? Это смешно, потому что абсурдно, ведь в жизни президента. Причем самое интересное, это все сопровождается под американскую музыку. А как бы Путин и американская музыка, это понятия разные и несовместимые к тому же. Это бог, который не открывает пакетики, не ест мороженое и там, я не знаю, в туалет не ходит. Я не понимаю. Смотрите, просто Путин вышел на улицу с зонтом, но дождя нет. А вот как только он не взял зонтик, оттяна! На улице все же пошел дождь, вот же жеза. Ведь если брать обыденные ситуации и добавлять туда просто Путина, то все сразу становится уморительным. Разумеется, также наблюдается погоня за всякими актуалочками. Нет, это отвратительно. Все говорили про такую штуку, как Поп-Ит, выходили видосики, где просто Путин тыкал в пупырку, что заставляло Байдена падать. Здесь даже прослеживается оттенки патриотизма. Вот Байден полностью потыкал в свой Поп-Ит и теперь тянется к Поп-Иту цвета флага России. Господи, он даже посетил от этого. Но просто Путин не дает трогать русско-пупырчатый материал. Теперь чувствуете себя защищенными? Вообще это какое-то любимое... Нет, я чувствую себя оскорбленным в данном случае. И униженным. ...считание местных ворцов. Байден и Поп-Ит. Вот просто Путин лопает Поп-Ит, а в это время Байден делает что? Тыкает в таблеточки. И вы можете обеспокоиться, а что с друг... Это ровно то же самое, как было в этом. У Киасаяна там тоже обзор делал Акар. Правда там было не... Или про Байдена был? Да, про Байдена там тоже было. Актриса играла Байдена, который вот... Господи. Посмотрите реакцию Вредного Валентина на... На ролик Чака Ревью. Тоже делал обзор на Киасаяна и Международную Белораму. И, собственно говоря, вся моя реакция отражена в реакции Вредного Валентина. Ей-богу. Другими президентами. То, как он реагирует на вот эту вот пародию на Байдена, это, по сути, ровно то же самое, что и у меня. Ну, Зеленскому тоже уделили внимание. Он машет американскими флагами на фоне Байдена, который, ну, конечно же, проигрывает Путину в теннис. Но это всяко лучше, чем ничего. Но с гораздо большим удовольствием в эти тиктоки пихают Моргенштерна. Причем абсолютно не в попад. Ну, я типа понял, в чем юмор, но не сказал бы, что в подаче Моргена что-то особо изменилось. Потому что он как был кремлевским, так он и останется. И никакие цветы в Уфе не помогут. Так, и зачем тут Моргенштерн? Чтобы просто пытаться открыть банку? Он вроде не этим известен. Нет, я понимаю, что он нужен для того, чтобы на это видео кликали. Но могли бы хотя бы постараться и найти ему органичную роль, в конце концов. Хочется, на самом деле, присобачить сюда соотношение молодого и старого поколения, но как-то не вяжется. И вы можете отнестись к этому спокойно? Ну, какие-то там тикток приколы? Что можно взять с этого непонятного контента для современной молодежи? О, не переживайте. На ютубе тоже имеется сногсшибательный контент. Клип Владимир Путин, фит Моргенштерн. Ноу проблема. Просто задумайтесь, в какое время мы живем. Вместо того, чтобы позвать на подобный клип реального Моргенштерна, что, разумеется, было бы очень дорого, можно просто сделать дипфейк и не париться. Все равно кто-то доклюнет на такое название. О, выбран шаблон, а вот в 90-е было все совсем плохо. Отличный выбор. Приходите в нашу булочную политических штампов еще. Другие проблемы были в то время. В какую очередь встать? За черным или белым? Ну, 90-е это всякое лучше, чем сейчас. Ей-богу. В сравнении, сами знаете, что с чем. Хрен с пальцем имеется в виду. Ну, что ж ты так мелко думаешь? Расскажи еще про древние времена, когда проблемой было не умереть от мамонта. И что на фоне такдашных перспектив... Когда проблем вообще не было, потому что самих людей как таковых не было. Теперь вообще нельзя ни на что жаловаться. Фильмы на кассетах. И нету интернета. Фу, были кассеты и не было интернета. Это не достижение. И что дальше? Каков посыл? Блин, чувак, зачем ты показал фильм «Явление»? Я из-за концовки не стал его смотреть, ей-богу. ...вали Россию направо и налево. Вот это проблема. А, ну понятно, какой посыл. В Ламбу и Эльфера был не выбор тачки, а только два вида наклеек в жвачке. Я не понимаю, это что, урок истории? Проблемы со стопом... Только в большинстве случаев, я вот вчера посмотрел, оказывается, наш автопром, советский, нынешний, является плагиатом европейских, и не только автопромов. Чекайте. Чекните потом. Кратным ростом цен, а не то, что нет места под тату на лице. Ты никогда ни на что не копил, значит, ты в 90-х не жил. Я не понимаю, это попытка донести что-то лично до Моргенштерна? Типа, жреешь ты там вообще себе, Моргенштерн? Но мне кажется, если он посмотрит этот видос, то вам скорее стоит ждать страйк на канал, чем его исповедь. Когда бухает президент, вот это проблема. Эй, я попрошу уважения. Вот тут, между прочим, А то есть, когда он сидит на нейролептиках, это прям не проблема. Уж лучше жрать водку, чем сидеть на нейролептиках, и сами знаете потом, какой после этого эффект. Президент Ельцин плясал без всяких дипфейков. А вам слабо? Когда все звезды эстрады... Ему слабо, поскольку у него на всяческих встречах с тем же Байденом, у него постоянно, скажем так, дергается нога. Одна. И понятно почему. И под фанеру. А сейчас что, под фанеру не поют? У нас что, внесли какой-то законопроект о запрете фонограммы? Она как была, так и есть. Алло. С таким же успехом можно было сказать, что в 90-х, если ты прибавлял к 5, 5, то получалось 10. И что дает эта информация? А сейчас в дуке катаете катки. Живете недурно, ребятки. Сейчас столожить офигенно. Всем. Конечно, и сейчас немало проблем. Но мы давно поднялись с коленца. За Россию перестаешь волноваться. Если в России ламба элифера, у молодежи главная проблема. Даже, ребят, шапочку сниму на этот случай, ей-богу, потому что... Ну, это серьезно. Встали с колен. Ух, сука, как громко сказано, а? Учитывая, в какой мы стране живем. Ух. Да. Потому что, серьезно, даже шапочка не выдержала такого кринжа, особенно после... Вот, вот это вот, вот это... Блин, чего мне с мышкой? Вот это вот мое лицо, чисто, когда я услышал про встали с колен. Ёкарный, давай. Горит. Ну да, у молодежи. Я скажу шокирующую вещь. Молодежь не равна Моргенштерну. И не равна Путину. У людей есть гораздо более конкретные проблемы. Но нет, видимо, у молодежи нет никаких финансовых или социальных трудностей. Все настолько охренительно живут, что единственные трудности это выбор между лампой или фэрой, или поиск свободного места под тату. Я не понимаю. Создатели этого детища посчитали, что все люди, что смотрят клипы Моргенштерна, автоматически разделяют все, о чем он говорит в своих текстах? Они настолько безумны, что считают, что кто-то вообще вслушивается в текст Моргенштерна. Но в начале этот клип хоть как-то можно было воспринимать, как какую-то пародию, издевку над Моргенштерном. Пародия, как по мне, не смешная, но чего уж чувство юмора у всех разное. Не смешная, так громко сказан, чувак. Но после этой строчки... За Россию перестаешь волноваться, если... Она вообще никак не соответствует с российской действительностью, тебе так скажу. И, ламба или фера, у молодежи главная проблема. У меня не остается ничего, кроме чувства презрения. Главная проблема в России всего одна. Точнее, уже их две. Хотя одну уже мы решили, он сейчас в Дубае. Не знаю, надолго ли. А вот со второй... Да. А еще я хочу знать, где... Серьезно, ребят, я сейчас максимально хочу все это комментировать так, чтобы потом меня не посадили за это. Не понабрали этих комментаторов, что пишут вещи типа... Смело-смело. Тебе, походу, уже определили, куда ехать. К Хованскому или Биллу. Простите, а в чем смелость-то? Смелость в суперкомплементарном клипе? Или смело, что создатели не побоялись, что Ельцин вернется с того света и покарает всех за неуважение к 90-м? Ладно, может быть, это просто неудачный клип. Давайте посмотрим что-то другое. Владимир Путин... Все, что связано с Путиным, будет неудачно, чувак. ...и Сергей Шойгу, фит Моргенштерн. Тайга. Мне кажется, Моргенштерн уже икает от этих бесконечных упоминаний. Хотя комменты настраивают на позитивный лад. Это просто шедевр. Подняли настроение с замечательным посылом. Молодежь пусть берет пример, кто настоящие мужики у нас. Получилось супер. Реально же стали забывать, как отдыхают настоящие мужики. Ну, заценим. Да, ну. Ретер, Моргенштерн. Кинстерн всего 22. Он набирает для моих просмотров... Эм, Сергей Кужубетович, похоже, молодежь не знает, что значит быть мужчиной. Объясним. Быть мужчиной, это делать... А это вообще нормально, что Шойгу не моргает? Сратые дипфейки про то, как в 90-х было стрёмно, а сейчас зашибись. Жаль, у меня батя ушёл за сигаретами и не вернулся, чтобы рассказать эту прописную истину. Купи жене, ты шандон моёт. Подруга ей пусть попьёт. Тратишь бабки на маникюр. Это, конечно, какой-то сюр. Ну, не знаю, по-моему, какой-то сюр, это когда кто-то тратит деньги на вот такие клипы, как по мне. И, опять же, насчёт денег. Некоторые из них являются нашими налогами. И всегда слово ты держи. Это вот всё наши налоги, ребят. Мужик. Мужик. Ну вот тут согласен. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию. Чувак, он ещё и обещал не повышать пенсионный возраст. Тут по факту. Крымская взял, а не твой моёт. Крым вещи делать тоже моёт. Ой, Крым твои меры. Особенно актёры. Блин, хотите угарнуть? При этом на этом же канале есть клип под названием Владимир Путин, Фит Зеленский. Своего имени в названии Зеленский, видимо, не заслужил. Один народ. Я верю в дружбе двух народов под берёмный ключик. Ещё споют на одной сцене Милохин и Сердючка. Уверен. Учитывая, в каком состоянии сейчас находятся Донецк и Луганск. Ой. Лучше бы одним народом мы не были. Эминем счастлив, что когда-то записал недоделанную демку под названием Стэн, чтобы её переделали в этот хит. Мы Украину любим, но, брат, такие дела. Ты меня пигманула, ты меня пигвела. Ты научился говорить на украинской мове, но думаешь на русском и с этим не поспоришь. Но самые свои большие... А он разве на Украине или в Украине, он разве не родился, Зеленский? Он, по-моему, родом из Украины, насколько я знаю, нет? Поэтому, собственно говоря, он знал с самого рождения украинскую мову. Хотя иногда балуются и такими хайповыми именами, как Юрий Дудь. Ну это неудивительно, поскольку сейчас нынче-то Дудь-то... Вроде бы оппозиционный, но в то же время и нет. На мой субъективный взгляд. Рэп — это что-то, что можно продать молодежи, то будет рэповать. Жду ваших вопросов, если вы не сдумались. Рэп сейчас главная музыка в стране. Не соглашусь с вами. А как же Любе? Три лучших рэпера. Цвета у себя на сейчас. Ты что, глухой Любе? Отвечаю в последний раз. А вы тоже любите рэпчик от группы Любе? Мои любимые представители старой хип-хоп школы. Что они вообще несут? Сколько я зарабатываю, это меньше тебя. Увы, ты даже МТС. Три миллиарда мы и так знаем. Срекламируешь с помощью головы. Но это даже как шутка. И опять же, наши налоги в этих трех миллиардах. Утка не работает. У Дудя голова же не шарообразная. Для такого панча скорее подошел бы Дмитрий Гордон. Человек-яйца. Нет, не подошел бы, поскольку после Лукашенко уже все. Человек-яйца. Но, видимо, не того уровня хайпа. То ли дело инста-самка. А будь отцом, стремись. Ой, господи. Маткапитал, сотни тысяч рублей. Хотя, мне кажется, тут просто зацепились за образ, где не нужно было использовать никакой дипфейк. Потому что можно просто напяливать на девушку маску и не париться. Балаклаву. Поздравь, да ботяню, да ботяню, да ботяню, да поздравим. А, подожди, в микрос звони. Опа, мне звонят. Сейчас, секунду, ребят. Тихо-тихо. Так, ладно, продолжаем. О, это пародия на хит одной рэперской группы, я узнал. Ну что, как считаете, какие тренды просто Путин еще не подхватил? Трек «Я в моменте». Да вот же он тут. Я в ресурсе, я на хайпе и я в тренде. Лечу я в рек, опять на чили и на стиле. Я знал все кеки, хоть и все тут говорили, что нет меня в инете. Я в моменте. Готов я руфлить, хайпить, угорать и флексить. Ловите вайп и никого не надо шеймить. С вами была нейросеть случайных модных интернет-словечек. Странно, что слово «кринж» забыли. Оно бы очень подошло бы происходящему. Но честно скажу, конкретно тут я видел клип с претензией на забавность. И внезапно в нем мне пихают момент, где Путину звонит Зеленский и он его сбрасывает. Но тут даже не клип про Украину. Причем Зеленский – Россия, не Украина. Ну вот зачем? Игра в кальмара популярна, просто Путин и тут сделал клип. Вот вам совет. Вместо того, чтобы в сериал залипать, выходите во двор. Там есть во что поиграть. Это что, Биг Шак, что ли? На фоне звучит. Сейчас, секунду, ребят. Второй раз уже звонят, ей-богу. Интереснее мемов. Вместо кальмара лучше выловить щуку. Охота, рыбалка, дзюдо. Вот такая штука. Ну вообще мораль справедливая. Возможно, я действительно лучше бы на улицу сходил, чем смотрел вот это вот все. Ну что, поиграем со мной? Вам понравился сериал? Тогда варши, сходите. Там тоже будут солдаты и дедушка распорядитель. Я просто пытаюсь понять, а на кого это, собственно, рассчитано? Ну вот те же тиктоки, я полагаю, опираются на юную аудиторию. Типа какой-то ребенок посмотрит интеллектуальный контент, где просто Путин вместе с Байденом пытаются сварить пельмени, и Байден боится кипятка, а Путин может засунуть в этот кипяток руки, потому что он сверхчеловек, видимо, и еще наверняка ходит по воде и воду в вино там превращает. Так вот, посмотрев это, ребенок что, сразу поймет, за кого ему нужно голосовать? И будет отсчитывать дни до своего 18-летия? Я думаю, зрители умнее, чем этот контент. Ведь так? Ну как сказать? Каждый второй ролик полон комментариями с шокирующими разоблачениями о том, что Путин-то не настоящий. Это не Путин. Если бы он катался на самокате, на него обратили бы внимание. Воу-воу-воу! А вот чувак под ником Капучино разбил свое независимое расследование на тезисы. Первое. Нету охраны. Второе. Люди не обращают внимания. Третье. Монтаж. Ну как вы догадались, Холмс? Я даже не знаю, в чем я больше разочарован. В этих роликах или в человечестве? Нет, конечно, я могу себя убедить, что все эти комментарии это толстенная пост-ирония, но что-то даже не знаю. И если что, я не какой-нибудь я у мамы оппозиционер. Мне просто стыдно. Мне стыдно за такую пропаганду. Как и мне, как и всем нам. Да, какие-то ролики откровенно безобидные. Но когда прорезаются посылы, типа, вся молодежь живет как Моргенштерн, вы там вообще офигели, не надо жаловаться. И я просто хочу разбить себе лицо ладонью от таких искусных глубоких посылов. И у меня нет доказательств, что это спонсируется государством. В этом видео не будет съемок с квадраком... Будет спонсироваться, если это одобрится. ...оптера, что показывают секрет на особнях, где живут создатели этих роликов. Я не буду оголтело орать, что это все делают за наши налоги. Но ведь даже если всем этим занимаются... Потому что так оно и есть. Я более чем уверен. ...просто какие-то энтузиасты от чистого сердца, в чем я сомневаюсь, то эти ролики остаются абсолютно такими же отталкивающими. Ну а с вами был Акр. Не забывайте про... Ну и отвечая на вопрос про то, для кого это все делается. Ну очевидно, это делается для тех, кто являются отрядами Путина. Те, кто ходят каждые 4 или 6 лет на голосовании и бросает листовку в бюллетень. Ну и, собственно говоря, при чем тут дети? Ну у нас пропаганда, она настолько оголтелая, что она обхватывает почти все возраста. И стар, и млад, как говорится. И дедушек, и бабушек, и мам, и пап, и в том числе и детей. Вспомним хоть тот же дядя Путин мы с тобой. Как бы нам говоря, что дети становятся ровно теми же, кеми их воспитывала Германия в 20 веке. Если вы понимаете, о чем я, Гитлер Югент, все дела, ревна армия. Ох, сейчас я очень сильно громко это все сказал. Надеюсь, что меня за это не посадят. Хотя и могут. Хотя в этой жизни меня вообще ничего не удивит. Поэтому будет на самом деле не удивительно, если меня сделают следующим Хованским. Вырвут из контекста и... Понятно. На этом и все.